Бастон представляет собой сплав молодости и опыта. С 2011 года команда в третий раз вышла в финал плей-офф. С клубом весь этот путь прошли пять игроков. Вратарь Туукараск, защитник Сденухара, нападающий Патрис Бержерон, Давид Кричи и Бретт Маршант. Все они стали победителями Кубка Стэнли в 2011 году. Также в этом сезоне в команду вернулся защитник Стивен Кэмпфер, который обладателем трофея не считается. Так как в том сезоне не выступал в плей-офф и провел лишь несколько матчей в регулярном чемпионате. В то же время одним из лидеров команды является 23-летний чешский форвард Давид Пастерняк. Заметную роль также играют нападающий Джейк Дебраск, Дантон Хейнин и защитник Чарли Маковой, чей возраст не превышает 23 лет. Можно отметить, что в финале в свитере Бастона сыграет лидер Сент-Луиса прошлых лет Дэвид Беккес, который отыграл в команде со штатами Сури 10 сезонов и в пяти был капитаном. Всего Брюинс 20 раз, четвертый результат в истории НХЛ, выходили в финал и шесть раз завоевывали Кубок Стэнли, последний из которых в 2011 году. 42-летний словацкий защитник Хара может стать первым в истории Бастона капитаном, который в этом звании становился чемпионом НХЛ более одного раз. В 2013 году Словаку не позволил это сделать Чикаго, победивший в финале со счетом 4-2. Бастон же может стать первым клубом с 2015 года, который завоевал Кубок Стэнли без россиян в составе. Если выход Бастона в финал даже до вылета основных фаворитов был более-менее ожидаем, команда равно провела регулярный чемпионат и показала, что для нее нет непобедимых соперников, то присутствие Сент-Луиса не может не вызывать удивления. Он стал первым в эре расширения с сезона 1967-68, финалистом Кубка Стэнли, который по ходу регулярного сезона занимал последнее место в лиге. 2 января 2019 года Сент-Луис занимал 31 место, набрав 34 очка в 37 играх. К этому моменту около двух месяцев во главе команды стоял Крик Берубе, назначенный в ноябре временно исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Майка Ео. В оставшихся играх клуб одержал 30 побед, установив рекордную победную серию клуба из 11 игр, и потерпел 15 поражений, из которых 5 в овертайме и серии буллитов. В результате Сент-Луис занял третье место в центральном дивизионе, догнав по очкам одного из лидеров первой половины регулярного чемпионата Веннипек. Поэтому не случайно Берубе номинирован на приз лучшему тренеру регулярного чемпионата, а 25-летний вратарь Джордан Венингтон, начинавший сезон в фарм-клубе, попал в число кандидатов на приз лучшему новичку. На пути к финалу команда прошла Веннипек, 4-2, Даллас, 4-3, Исан Хосе, 4-2, который после вылета основных фаворитов назывался главным кандидатом на победу в западной конференции. Примечательно, что Сент-Луис дошел до заключительного этапа впервые за 49 лет. И в 1970 году Блюз тоже противостоял Бастан, победивший в серии со счетом 4-0. Всего клуб трижды выходил в решающую стадию и не одержал ни одной победы в финальных играх, дважды Сент-Луис проиграл Монреалю с одинаковым счетом 0-4. Велика вероятность, что именно Тарасенко с партнерами сможет прервать сухую серию Сент-Луиса в финалах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!